Друзья мои, к дураку недели Зеленскому мы вернемся чуть позже. Я бы начал с визита господина Корниенко вместе с Арахамиев Николаев. Эти два джентльмена и дамских угодника решили исполнить партийную команду анал-табу. Ребят, ну честно говоря, анал, конечно, табу, но со сна, мне кажется, тоже не выход. Потому что вы так отрекламировали бедную Лохвердиеву. Теперь, благодаря вашим солидарным усилиям, мальчики, Николаев теряется в догадках, как правильно называть кандидатку в мэры от партии «Слуги народа». Одни предлагают накачанная доска, другие говорят, нет, лучше сосна два соска. Вы понимаете, что вы девочка рекламу? Вы до гробовой доски опустили ее ниже плинтуса. Вы сосносексуалы хреновы. Вы развели вместо политики какой-то порнохаб. Вы меня извините, конечно, господин Корниенко и Арахамия. Но рядом с той сексуальной деятельностью, которую развели вы, честно говоря, даже бар «Голубая устрица» уже выглядит, знаете, такой кучкой скучных, традиционных, каких-то, знаете, вот, «Зашоренных дедушек, пацаны, заканчивайте, заканчивайте ваш порнохаб». И самое главное, что когда политик говорит с микрофоном, без микрофона, для политиков всегда, даже ночью дома с женой, желательно говорить так, как будто его записывают враги с помощью аппаратуры. Так вот, когда ваш шеф Вова Зеленский начинает открывать рот, я понимаю, что он не просто главный дурак страны. Я понимаю, что вот мозг Зеленского и части его окружения напоминают бильярдные шары. То есть они вот приблизительно имеют такое же количество извилин. Когда этот дурошлеп и по совместительству президент набрасывается на там 16 или 18 тысяч дальнобойщиков, и этот засранец Вовочка позволяет себе, к работягам, которые пашут каждый день, в принципе, за копейки, обращаться к людям старше себя, которые пашут с утра до ночи, чтобы прокромить семьи. Когда этот молодой, сраный звездюк Зеленский говорит им «Засранцы!» Вова, какая же ты скотина! Засранцы – это те, кто организовали эту схему. Засранцы – не эти работяги. Засранцы – те, кто зарабатывают десятки и сотни миллионов долларов. Засранцы регулярно заходят к тебе в кабинет! И ты, тварь малолетняя, не говоришь им, что они засранцы. Ты, сучонок, засранцами называешь работяг, которые в самой меньшей степени виноваты в том, что перегруженные фуры ездят по дорогам. Вова, засранец – это прежде всего ты. И когда ты говоришь, что будет больно, это правда. Тебе будет больно, говнюк! Тебе будет намного больнее, чем Януковичу и Порошенко! Ты до сих пор не понимаешь, насколько дурачина тебе будет больно. Ребята, мне одному показалось, что Зеленский в этом ролике немножко выглядит, как будто он под кайфом. Я показал знакомому врачу-наркологу, и тот сказал, что из его личного опыта, что его оценочное суждение по внешним признакам, что, в принципе, эти признаки, с его точки зрения, в наличии имеются. Мы, конечно, не можем утверждать со стопроцентной вероятностью, что Зеленский был под кайфом. Ну, посмотрите на это видео и сравните с его другими видео. Разница огромна. Я вижу, что он находится в состоянии кататонического возбуждения, как мне грамотно сказал специалист. Он видит признаки кататонического возбуждения. Мне кажется, что вот слухи о том, что это правда, возможно, имеют под собой основания. Кстати, когда на Туровской, 13, услышали вот этот спич Корниенко с Арахами и насчет того, что Алла Хвердиева рабочая баба, они реально ухохотались. Ребята, ну вы смешные в стране, где живет и работает Юлия Владимировна. Ну, называть кого-то другого рабочей бабой в украинской политике, ну, честно, ну, это смешно. Причем, смотрите, пацаны, вы же возбуждаете в людях совершенно другие чувства, чем хотите. Мне когда-то Женя Геллер, дай бог здоровья, глава комитета Верховной Рады при Януковиче бюджетного, сказал, что когда революция развернулась и победила, он думал, что если их реально догонят, то развесят на столбах от Майдана Незалежности до Верховной Рады или аж до метро Арсенальной. Я так понимаю, что вы нашли выход. Я так понимаю, что ваши зеленые игрушки, если начать развешивать елочные игрушки, развешивать по столбам, то даже если все столбы аж до самой лавры использовать, столбов не хватит. Выход прекрасен! Ваши сраные зеленые елочные игрушки надо развешивать на корабельных соснах. Это отличная идея, потому что на корабельных соснах ваши зеленые елочные игрушки можно вешать со всех сторон. Потому что на фонарном столбе получается только с одной стороны. А корабельные сосны дают возможность развесить во все стороны света. Кстати, когда вы в ваших комментариях заподозрили в том, что начали врать о том, что это фотомонтаж, что это креатив ваших противников, ребята, не делайте, не делайте эти незаслуженные комплименты штабу Порошенко. Там есть единственный человек с креативом, это Порошенко. Так вот, креатив его окружения и всего штаба, он сильно не дотягивает и не долетает до сказочной стратосферы вашей зеленомордой глупости. Никогда креатив штаба Порошенко не сможет до вашего идиотизма долететь. Ребята, такие вещи не рождаются. При всем желании штаба Порошенко догнать вашу глупость нельзя никаким креативом. Что я хотел сказать напоследок, вот уже в конце блога. Ребята, когда Зеленский, будучи кандидатом, начал называть других политиков всякими мерзкими словами, и самое главное, когда он начал другим политикам говорить, он должен был понимать, что этим он разрешил каждому из нас говорить, «Вова, иди в сраку!» Как только он сказал работягам-дальнобойщикам, что они засранцы, каждый из нас обязан прийти под администрацию президента в назначенный день и сказать «Вова, ты засранец!» И если он сказал, что будет больно, мы обязаны ему сделать больно. Так вот, Вова, так не бывает. Если ты открыл свой вонючий хавальник и послал кого-то в сраку и назвал кого-то засранцем, это дает нам право по отношению к тебе применять те же самые методы и те же самые слова. И мы будем делать тебе больно, потому что ты пообещал сделать больно нам. И нельзя расценивать, когда я цитирую тебя, дурачка малолетнего, как покушение на насилие и твою никчемную, бессмысленную жизнь. Так вот, 30 июня в Шевченковском суде в 13.30 состоится заседание по моему делу, где это зеленое мелкое чмо, где этот невоспитанный недоросль, это недоразумение, которое нас с вами называет засранцами и посылает нас в сраку, за то, что я говорю ему правду в лицо. Эта тварь будет судить меня и требовать по статье до пяти лет тюрьмы. Так вот, его бесит и переворачивает именно потому, что каждое слово, которое я сказал о нем, это правда. Так вот, пожалуйста, покажите, что вам не все равно. Покажите засранцу, что мы о нем думаем. Объясните ему, что мы сделаем ему больно быстрее, чем он сделает нам. И все, что он обещает нам, мы гораздо раньше сделаем с ним. Мы вернем ему каждую его тупость, каждый его идиотизм. И еще, пожалуйста, 26 числа, 26 июня будет апелляционный суд у Стерненко. Тоже нужно прийти. 1 числа, 1 июля будет суд судилища над Порошенко. Обязательно нужно быть. Еще раз, 30 июня, 13.30 у меня в Шевченковском суде. Вы придете поддержать ни Паяркова, ни Стерненко, ни Порошенко. Приходите, чтобы поддержать себя. Потому что каждого из нас и каждого из вас этот дурошлеп назвал засранцем. Это каждого из нас этот идиот послал в сраку. Мы должны показать ему, кто здесь хозяин. Он не наш начальник. Он наша охреневшая прислуга. Так вот, в фигуральном смысле, в переносном смысле, мы будем пороть козла на конюшне. И за нами, Вованчик, ох, за нами не заржавеет.